Приветствую вас в 22 занятии по редактору Brackets. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Итак, в этом уроке мы с вами разберем отличное расширение, которое позволяет быстро набирать HTML и CSS. Итак, первым делом идем в менеджер и здесь в доступных расширениях давайте мы введем название плагина. Многие из вас его уже должны знать, называется он Emmet. Жмем установить и видим, что у нас сейчас получится. Так, сразу предупреждаю, что урок этот будет на минут 5-6-7, потому что я тут еще немножко покажу, как с этим расширением работать. А теперь смотрите, давайте мы вот эту штуку всю уберем, чтобы она нам не мозолила глаз вот тут вот. И здесь начнем. Так, как мы обычно вводили тег H1, то есть мы писали угловую кавычку, H1, там какой-то текст, закрывали. Теперь смотрите, я просто вводу H1, жму кнопку Tab и у меня появляется здесь тег, видите. Так, отменяю, Ctrl-Z нажимаю и теперь смотрите, я ввожу фигурную кавычку, пишу здесь, например, Hello World. Так, восклицательный знак, закрываю и жму опять Tab. И у меня появился тег H1 с этими самыми словами. Отлично, пойдем дальше. Давайте нажмем Ctrl-Z. Здесь, смотрите, давайте мы допишем плюс, например, H2. И тут опять-таки поставим давайте уже круглую кавычку и напишем Lorem 3. И закроем. И жмем опять Tab. И обратите внимание, у нас появился тег H2 с надписью из текста рыбы из трех слов, то есть как мы там написали Lorem 3, видите, да? Отлично. Теперь давайте, ну что сделаем? Давайте я установлю здесь по-быстрому пять абзацев. Итак, пишем P в скобочках Lorem, ну сколько, давайте из десяти слов, пускай каждый абзац будет. И все это дело мы умножаем на пять. Жмем Tab и получаем пять целых абзацев текста, видите, да? Отлично. Дальше идем, не будем на этом останавливаться. И давайте мы здесь заведем еще и картинку. Так, как это? И Mg. Давайте сразу придадим ей класс Left. Так, затем мы сделаем следующее. Вот здесь мы пишем путь картинки в квадратных скобочках. Так, давайте Images, так, слэш, пик, точка PNG. Ну, картинка видна не будет, но вы думали, думаю, вы суть поняли. Указываем здесь путь к настоящей картинке. Жмем Tab и появляется у нас тек Mg с нашей картинкой с классом Left. Однако тек Alt не заполнен. Что делать? Давайте я это отменю и здесь допишу через пробел. Следующее Alt равняется и давайте MyPick. Так, MyPick. Так, закрываю все это дело, жму Tab и видим, вот у нас появилась картинка, вот у нас прописан Alt и класс лево. Отлично. Давайте отменяем и дальше идем. Что еще? Ну, тут, в принципе, можно любой код так набирать. Давайте мы добавим еще сюда список, в котором будет, например, 5 или там 7, давайте, пунктов. Так, и в них пускай будет класс, давайте, знаете, какой, давайте Item и сюда поставим еще знак такой доллара. И все это умножаем на 7. Итак, жмем Tab, появляется у нас 7 пунктов, видим, и у каждого Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, такая вот нумерация идет. Дальше идем, опять-таки ставим угловую кавычку и здесь уже давайте введем ссылочку. Например, ведет она в никуда, решетка пускай будет. И с текстом, опять-таки давайте, Item, доллар. Так, и вот все это дело закрываем. Итак, жмем опять-таки Tab, и у нас появляется список. Вот здесь, обратите внимание, Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, давайте отменяем мы все это дело. И здесь еще для ссылки давайте пропишем Title. Title равняется. Так, Item и опять знак доллара ставим. И здесь закрываем. Жмем Tab и получаем еще и всплывающие подсказки. Видите, вот так вот все это дело работает. Так, возвращаемся назад. И теперь смотрите, если мы сюда добавим плюс какой-то там тег P, жмем Tab и увидим, что он у нас добавился вот тут, в каждый список Li. Что нам, соответственно, не надо. То есть, как это все выйти отсюда? Помним, что наши списки, ссылки вложены в списки, а в списки, точнее, наши ссылки вложены в пункты Li, а Li вложены в список U. Так вот, выйти из этого можно вот так. Жмем вот такой значок. Это мы делаем один выход, поднимаемся на уровень выше, еще на уровень выше. И теперь ставим, например, еще один абзац. И тут давайте lorem27. Так, жмем Tab и видим, что вот у нас такой код. Вот у нас что получилось. И вот видите, какая куча кода. И все это можно написать буквально там за одну полминуты. То есть, вот такую вот строчку, да, согласитесь, это не тяжело. Главное понять, как работает этот плагин. Ну, здесь я вам показал приблизительно, как он работает на HTML. Как он работает на CSS, я вам показывать уже не буду. И так уже идет шестая минута урока. Но, смотрите, что я вам могу порекомендовать. Можете перейти на сайт этого редактора. Здесь есть, точнее, редактор расширения. Здесь можно посмотреть демо. Но, смотрите, переходите в documentation. Так, здесь вы можете сразу посмотреть демо-версию, как это все дело работает. Может, еще что-то новое узнаете. Но здесь, смотрите, ниже есть вот такая чит-шит. Давайте мы откроем. И попадем на таблицу всего того, что может наш этот плагин. То есть, видим вот его синтаксис. Вот видим эти угловые кавычки. Фигурные. Вот знак доллара. То есть, тут все объясняется, как это работает. То есть, показывается. Вот код. Жмем таб и вот что получаем в итоге. То есть, достаточно удобно. Вот это синтаксис. Вот это подсказки для HTML. Например, видим восклицательный знак. Жмем таб и получаем такой код. Давайте проверим, или это все дело работает. Так, давайте вот я это все дело удалю. Здесь жму восклицательный знак. Жму таб и видим, что получаем. То есть, вот так вот вы можете все это полностью отрепетировать у себя уже в файлике. Если опустимся ниже, то дальше мы увидим подсказки к CSS. Видите, тоже довольно большое количество. И тоже можно будет так вот сокращенно все набирать. То есть, намного ускоряется набор кода. Сразу предупреждаю. И ниже, по-моему, уже все идет. А нет, еще Excel есть. Вот так. Ну, в общем, пользуйтесь этим плагином. Очень удобен. Урок получился длинный. Но я думаю, что вам было интересно. Особенно тем, кто не знает, что такой плагин на самом деле есть. Что ж, друзья, на этом все. Переходим к следующему занятию. Переходим к следующему. Переходим к следующему.